Ну и знаете, Россия тоже не слабая страна, у нас тоже очень сильная сборная и показывают довольно большие результаты. У нас 5 алипийских медалей за последние 12 лет, так что я бы не списывал нас со счетов. И я тренируюсь, я иду к этому, так что 73 ждите меня. Грузин, если честно, я его не знаю, его борьбу, просто я смотрел его схватку передо мной, и я видел, что он довольно молодой пацанчик, и у меня была тактика просто бороться на захватах, грамотно обыгрывать, и дальше уже он начнет ошибаться, что следовательно и произошло. Этот прием, если честно, я довольно давно делаю, с детства еще, обманукой, как бы через себя бросаю, и оттуда уже хватает, у меня очень плотный захват, и оттуда тяжело уйти, и я бросаю, получается, как подхват бедром. И изначально, как бы, чуть-чуть я психологически так пошатнулся, но дальше я уже собрался с мыслями и начал хорошо бороться. Ну, Циндачирь довольно опытный борец, он боролся с моим братом, у меня есть брат, который тоже борется в моей весовой категории очень хорошо. Довольно такой титулованный бронзовый призор в лимфийских игр, если честно, я не успел особо хорошо восстановиться после свадки с Хидоятом, нас буквально через 10 минут позвали бороться, и, ну, у меня другого пути не было, у меня дядя сюда приехал, тренера, все болели дома, поэтому я уже выходил, как бы, умирать, мне надо было проходить финал. Он физически очень крепкий, хорошо делает подхват, и я начал бороться на захватах, много атаковал, работал на тактику. И когда ему давали два Шида, он уже очень сильно потерялся, я по глазам видел, и изначально совсем другой настрой у него был. И он потерялся, и я почувствовал, что можно и третий Шида так заработать, потому что он уже делает такие ошибки, отдает мне захваты, и мне оставалось просто пару атак сделать, что и произошло. С самого утра настрой был только на золото, и все получилось у меня. Продолжение следует...